Заметки Электрика Заметки Электрика Заметки Электрика И автоматики отходящих фидеров под станцией напряжением 10 кВт Производим замену морально устаревших но все еще работоспособных электромеханических реле на микропроцессорные терминалы ТОР-200 от Релейматика Релейматика Это бывший брестлер А это вот терминал ТОР-200. Также производим замену высоковольтного масляного выключателя ВМП-10 на вакуумные выключатели серии Таврида Электрик ВВТЛ-10. Вот вакуумный выключатель ВВТЛ-10 Таврида Электрик. Это лицевая сторона каретки, ну или выкатного элемента. Это блокировка. Это разъемы Хартинг, про которые я уже вам рассказывал в своей отдельной статье. Так сказать, в целом производим ретрофит и модернизацию ралейной защиты. Кстати, после завершения всех монтажных работ я сниму об этом отдельный и подробный видеоролик. Так что, кому интересно, то подписывайтесь на канал Заметки Электрика. Монтаж вторичных цепей выполняю гибкими проводами ПВ-3 или ПУГВ, он сейчас называется. В основном сечением 1,5 и 2,5 квадрата. Естественно, что при подключении гибких проводов к соединительным клеммам, зажимом различных устройств, например, блоку управления или микропроцессорному терминалу. Ключу управления к сигнальной арматуре, к амперметру, к счетчику. Жилу гибкого многопроволочного проводника необходимо обжимать с помощью наконечника. Наконечники иншивые. Шестерка двойная, шестерка одинарная, желтые. Двойная. Это у нас ряд четверки. Это у нас два с половиной. Это у нас двойные, два с половиной. Иншивые. Чёрные. Это у нас полторашка. Это у нас двойная полторашка. Красненькие. Это у нас единичка. Дальше у нас 0,75. Беленькие. Это у нас 0,5. Это наконечники кольцевые. Тоже кольцевые. Это вилочные. Кольцевые поменьше. Кольцевые побольше. В основном вход идут втулочные наконечники иншивые. Сечением полтора. Вот черная юбочка у них. И два с половиной квадратных миллиметра. С синей юбочкой. Обжимаю я их своими пресс-ключами ПКВК-6 от компании КВТ. Вот такие клещи. Мне необходимо подключить счётчик ПСЧАТ-4ТМ-05М. Вот провода я уже все вывел. Маркировал. Счётчик подключается через два трансформатора тока в фазе АИЦ и через трансформатор напряжения НТМИ-10. Сейчас я на этом останавливаться не буду. Если хотите, расскажу об этом в отдельном видео. Клемма счётчика имеет глубину зажима порядка 16-18 миллиметров. А значит нам нужны аналогичные длины наконечники иншивые. У меня таких длинных наконечников иншивые в данный момент нет. Они закончились. Зато имеется множество иншивые сечением 2,5 квадрата длиной 8 миллиметров. То есть у меня имеются вот такие вот наконечники. Естественно, что их длины не хватит при подключении счётчика. Поэтому при подключении воспользуемся способом удлинения одинарного наконечника иншивые. В первую очередь необходимо снять изоляцию с провода на необходимую длину. Напомню, что для снятия изоляции я пользуюсь своими клещами Книпекс 12-40-200. А также не так давно приобрёл себе клещ Вейкон Супер номер 5. Так, снимаем изоляцию на необходимую нам длину. Сняли. Затем одеваю на жилу первый наконечник до упора и обжимаю его. Так, готово. Дальше беру ещё один наконечник и убираю у него вот эту юбочку, то есть изолирующую манжету. То есть, по сути, делаю из него наконечник иншивые. Сделать это можно несколькими способами. Кто-то выбивает эту юбочку, кто-то её срезает бокорезами, кто-то откусывает. Лично я плавно вытаскиваю юбочку. Для этого, с одной стороны, слегка я нажимаю на металлическую контактную часть наконечника, например, вот бокорезами, а утконосами плавно снимаю манжету. То есть, готово. Вот у меня получился наконечник НШВ, то есть без юбочки. Главное тут сильно не давить бокорезами, иначе можно повредить контактную часть наконечника. Ну, а теперь одеваем получившийся наконечник НШВ на жилу провода. И обжимаем его. Здесь нужно учесть то, что обжим клещей ПКВ имеет квадратный профиль, поэтому при обжиме следите за тем, чтобы сторона обжима совпала с ранее опрессованным наконечником. В итоге получается вот такой, единый, удлиненный наконечник НШВ. И теперь его можно смело подключать на клемму счетчика. Ну, теперь я сделаю, удлиню, вернее, аналогичным способом и остальные жилки, и остальные наконечники, и произведу подключение счетчика. Еще как вариант, можно надеть второй наконечник встречно первому, а потом откусить юбочку, но в таком случае будет тяжело попасть жилами в трубку наконечника, так как с этой стороны у него нет направляющей фаски. Так, ну и сделаем аналогичным образом и остальные жилки. Надеваем наконечник, и он пресс-клещит. Отпрессовываем первый. Так, пока я делал по одному наконечнику, напрессовываем каждый. Теперь берем и снимаем изолирующую манжету, как я вам уже показывал. Снимаем манжету и одеваем стороной фаски. Ну вот, одел на каждый по второму наконечнику. И теперь обожму вторую часть. Вот получившийся результат. Вот такие удлиненные получились наконечники эншевые, которые можно уже подключать. Теперь я буду подключать счетчик на клеммы счетчика. Ну вот, так смотрится уже все после подключения. Ну все, готово, счетчик подключен. Аналогичным образом можно удлинять и двойные наконечники эншевые 2. Вот, например, эншевые 2 из-за своей широкой юбки не достает до клеммы, то есть не влазит в клемму микропроцессорного терминала Тор 200. Поэтому этот же способ удлинения я применил и здесь. Теперь вот смело могу. Вот, и готово. То есть вот эта юбочка, она, наконечник был короткий и не доставал до зажима. Поэтому вот этот двойной наконечник эншевые 2 я удлинил аналогичным образом. И теперь все отлично зажимается, вставляется в клемму. Покажу пример удлинения двойного наконечника. Сначала опять же зачищаем жилы. Берем двойной наконечник. Вставляем его до упора. И обжимаем. Эта часть у нас готова. Далее берем второй наконечник. Снимаем у нее юбочку. И одеваем. Так. Обжимаем уже вторую часть. Готово. Откусываем по необходимому размеру. Вот. Все готово. Наконечник удлинен. На этом, пожалуй, и все. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Дмитрий, автор сайта Заметки Электрика. И в заключении хотел бы задать вам встречный вопрос. А как вы выходите из ситуации, когда нет наконечников соответствующей длины? Применяете ли способ, описанный в данном видео?